Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Сливки Общества. Трудно, трудно будет, потому что вы незаурядная личность. Счастья вам и удачи. Спасибо. Еще 10 лет назад Примадонна советской и российской эстрады Алла Борисовна решала судьбу Ярослава Дронова. Именно она была главой жюри в вокальном конкурсе «Фактор А». О талантливом молодом человеке со скромной улыбкой она отзывалась положительно, но несколько раз напоминала, что путь к Олимпу эстрады для него будет непростым. Она выражает свое мнение. Кто знал, что спустя 10 лет все так обернется? Пугачева со скандалом покинет свою родину и уедет с младшими детьми и мужем в Израиль. А Ярослав Дронов возьмет себе сценический псевдоним «Шаман» и стремительно поднимется на Олимп, отчественные эстрады. Сделает он это так быстро, что многие его старшие коллеги по сцене будут шипеть и язвить за его спиной. Чего стоит выпад Леонида Агутина по отношению к Дронову? Босоногий мальчик не смог стерпеть успеха молодого коллеги, он отказался выступать с ним на одной сцене, язвительно бросив фразу. Петь с «Шаманом» — это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой. Эти слова Агутина — явный намек на прокремлевскую позицию Ярослава. Сам же Леонид придерживается иных взглядов на происходящее. Оставлю в конце ссылку на видео, как Агутин попытался унизить Дронова. Леонид не единственный исполнитель, который с насмешкой относится к творчеству «Шамана», хотя народная любовь к парню только растет. Нашему зрителю надоело смотреть, как ежегодно ему втюхивают одних и тех же артистов со слабым репертуаром. Артистов, поддерживающих совсем не близкие нам, россиянам, западные нетрадиционные ценности. Артистов, строящих свой успех не на таланте, а на постоянных скандалах и эпатаже. Известность «Шаману» принесли два хита «Я русский» и «Встанем». Эти патриотические песни по достоинству оценили сотни тысяч граждан, живущих в России, потому любовь публики к Дронову абсолютно понятна и логична. На защиту «Шамана» неожиданно стал Игорь Крутой, который долгое время молча наблюдал, как все, кому не лень, тюкают талантливого парня. Я все же скажу. Возможно, всем кажется, что так быстро и легко «Шаман» взлетел на пик своей популярности, но он шел к этому долгие годы, учился, считая всю свою жизнь. Рос в творчестве, развивал вокальные навыки, искал свой неповторимый стиль, и талант пробился. Нельзя сказать, что ему было легко, но народная любовь пришла. Но дело не только в песнях и народной любви, далеко не в них. Отечественные певцы и певицы не могут вынести того факта, что «Шаман» стал много зарабатывать. Очень много, сильно больше, чем они, ниже приведут цифры, от которых голова кругом. Завистью в шоу-бизнесе никого не удивишь, но гонораром Ярослава может позавидовать и Алла Борисовна. Хотя, например, Игорь Крутой считает, что дело не только в зависти. Здесь дело не только в зависти. Это принципиально разный подход к творчеству и успеху. Многие артисты относятся к зрителям и в целом к стране как к дойной корове. Народ нужен им только для этого, чтобы делать деньги. Возможно, именно поэтому им так не нравится ярко выраженная патриотическая позиция Ярослава. Проект «Шаман» запустили в 2020 году. С 2021 исполнитель работал с продюсером Виктором Дробышем. Однако в 2022 году, когда песни Ярослава зазвучали на всех радиостанциях, сотрудничество закончилось. Зачем парня сейчас продюсер, когда он уже и так достаточно раскрутился? «Шаман» за последний год стал одним из самых популярных российских исполнителей отечественной эстрады, что не могло не сказаться на величине его гонорара. Ярослав ведет активную концертную программу. Судя по афише, размещенной на официальном сайте исполнителя, гастроли у Дронова запланированы до апреля 2024 года. В его планы входят также государственные мероприятия и военно-патриотические фестивали. В мае 2022 года певец выступил на фестивале патриотической песни в Ставрополе. Он исполнил любимые публикой хиты и получил за работу 570 тысяч рублей. В июне 2023 года Дронов провел концерт в Туле в честь Дня России. Часовое выступление на центральной площади города музыкант оценил в 1 миллион рублей. Ну а теперь, теперь шаман просит за концерт длительностью в полтора часа 12 миллионов рублей. Организаторам выступления Дронова придется не только выложить кругленькую сумму за исполнение песен, но и обеспечить выполнение бытового райдера. В сети появился полный перечень требований певца, который поверг народ в шок. Проживать Дронов предпочитает в люксе пятизвездочного отеля лучшего в городе, расположенного максимально близко к месту проведения мероприятия. В номере должна быть большая кровать. Важно, чтобы в кровати были две подушки из гусиного пуха. А еще артист требует полный блэкаут, стопроцентную изоляцию от солнечного света. Допускается заклеивание окна в спальне пищевой фольгой для полной изоляции. Для поездки по городу из аэропорта артисту нужен тонированный автомобиль Mercedes Maybach. Для более длительных поездок, например, за город, нужен автомобиль побольше, мини-вен V-класса с матрасом по размеру заднего дивана и опытными водителями со стажем не менее 10 лет. Как сказано в тексте источника, наибольшее внимание шаман уделяет безопасности. По условиям райдера, два человека должны лично охранять певца от прилета до вылета, передвигаясь на машине бизнес-класса. В зале же на каждую тысячу зрителей должно быть как минимум 8 охранников. В гримерке запросы скромные, что у артиста, что у команды, вода, чай, лимон, фрукты и десяток брускетт. Ну вот и как тут такому не позавидовать? Многим звездунам и звездульками на отечественной эстраде приходится привлекать внимание к своей персоне скандалами и демонстрации своих филейных частей. И все равно о такой народной любви и гонорарах им приходится только мечтать. Вот оттуда и зависть, и придирки. Некоторое время назад с негативом о шамане высказался и поэт Илья Резник. Ему тоже оказались не по душе доходы Ярослава. Резник с грустью отметил, что шаман – коммерческий проект. Поэт настаивает, что сам он всегда писал патриотические песни бесплатно, а теперь вынужден сводить концы с концами. «У меня даже язык не повернется сказать, чтобы мне за них заплатили, потому что такие произведения идут от сердца», – заявил автор хитов Алла Пугачевой. Кажется, молодежь уже так не размышляет и требует достойно оплачивать патриотический труд. Недавно Резник жаловался на нелегкую судьбу, после того, как исполнительница его хитов Алла Пугачева уехала в Израиль. Ее песни убрали из радиоэфиров, а Резник получал за них немалые отчисления – до полутора миллионов рублей в квартал, это 500 тысяч рублей в месяц. Теперь его доход упал до смешных 200 тысяч рублей. Может, не зря молодые музыканты, пока находятся на пике успеха, стараются максимально заработать? А вы что думаете? Пишите свое мнение в комментариях под этим видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Впереди много интересного. Спасибо за просмотр.